Дорогие друзья, я хочу поговорить сейчас о продажах, но вообще мы поговорим о том, что важно уметь программировать, но еще важнее продать то, что вы программируете то, к чему вы написали код. Сейчас я хочу ответить на ваш вопрос и буду делать это схематично, чтобы вы поняли смысл, потому что мы будем говорить о марафоне. Итак, сайт, например, начало изучения Python, сайт Django Framework, сайт Kiwi, а Kiwi я вообще на глазах у людей делал, и я всегда говорю, 32% возврата это первое, что надо достичь, чтобы сайт начал работать. Сегодня мы поговорим о продажах, так как я решил провести марафон. Что такое марафон? Это спокойное полугодовое, может быть больше, главное спокойное обучение принципам продаж. Итак, давайте поймем, в чем моя система. Прежде чем я расскажу, в чем моя система, я расскажу то, что сегодня не так, на мой взгляд, в этом мире. Сегодня мы смотрим рекламу по телевизору, где в телемагазине нам показывают, что вот купи, там ничего делать не надо. Сегодня мы видим массу программ, где говорят, да, ребята, не надо продавать, не надо ничего делать, вы просто будете зарабатывать. Ребят, завтра вам скажут, что картошку тоже не надо садить, но она вырастет, ребят, не вырастет. Когда вы сталкиваетесь с более серьезными вещами, такими как сайт, ваша компания или что-то делаете, вам надо как-то продвигать. Вам надо вопрос, либо как-то, либо умело. Итак, я, опыт продаж мой, 16 лет. В 2008 году я задался вопросом, почему люди возвращаются на сайт. Заметьте, я подошел уже к этому вопросу, когда в оффлайне я умел очень хорошо продавать. И в течение всего времени я изучал только этот вопрос. Создалась целая система, которая, в принципе, сегодня мне дает одному, грубо говоря, я сам продвигаю сайты. Практически не тратя время на продвижение. В чем смысл? Закладывается в контент то, что влечет человека вернуться. Он говорит, да, это мне нужно. И он оплачивает, потому что ему это интересно. Он хочет этому учиться. Независимо, какой может быть ваш сайт, вы тоже можете так сделать. Можете сделать, что на ваш сайт будут люди приходить, будут покупать. Почему я говорю, что моя методика нужна? Просто ваш мир будет немножко беднее без моей методики. Давайте я расскажу, в чем ее суть. Я буду рассказывать сейчас неподробно, потому что есть, например, на сайте pro65.ru, если здесь зайти еще, дневники истории, то набрав запись, по-моему, 13, вы можете вот так вот сделать, по-моему, да, 13, на продавашка в марафон и почитать. Итак, в чем же стоит вопрос? Сначала суть системы. Суть системы отвечает на вопрос, почему человек возвращается на сайт, и покупает. Значит, сам марафон и отвечает на этот вопрос, как это сделать. Вы знаете, наверное, вы будете думать, что я буду рассказывать, вот если там использовать социальные сети, то будет вот то-то. Нет, ребята, на самом деле я не учу методам, я учу принципам. Вот что такое принцип? Вот смотрите, есть поле с картошкой. Если вы посадите дядь не камни, картошка не вырастет. Если вы сделаете как надо, то картошка вырастет. Так вот, то же самое и здесь. Есть принципы. Я учу методики и принципам системы, именно системы. И я сейчас немножко расскажу, вот так вкратце. А уже использовать социальные сети или там что-то, вы уже будете в зависимости от ситуации. Главное, что у вас будет система. Итак, этап номер один. Если взять этап номер один, это выработка позиции. На самом деле, что это такое? Если расписать бодально просто. Это построение схемы продаж. То есть, вы научитесь строить схему продаж, определите в этой схеме продаж ключевые точки. Когда определены ключевые точки, которые можно отследить, понятно, что это можно измерить. Предпомощь там Google Analytics, своей системы, неважно. Я сейчас секрет не скажу. Просто в этой суть. Почему выработка позиции? Потому что, если ваша схема продаж имеет одну ключевую точку, относительно которой все происходит, то эта система, это как зажигание в машине. Вы четко понимаете. Я беру не новые автомобили, а старые, где еще были контактные зажигания. Вы четко понимали, что если продвинуть контакт и между контактами установить 1 мм, то это правильное зажигание, машина будет работать. Я не вдаюсь в подробности. И то же самое я говорю, что швейная машинка, вот для девчат беру. Если мы вставим иголку, и именно правильным концом, правильно затянем нитку, то она будет шить. Потому что сама машинка есть система. И она работает без нас. Мы вставили и пользуемся. В этом есть принцип. Поэтому принцип первого этапа моей системы обучения, это выработать позицию, где есть нечто основное. Я не буду сейчас говорить, потому что в любом случае это очень долго объяснять, но это идет по вопросам. Что я заметил на практике? Вот понимаете, вот даешь урок, даешь урок, да? Человек просмотрел урок, но у него свой опыт. Он понимает по-своему, он прослушал слова, забыл, но применить он это не может. Вот так написано большинство книг. Ведь каждый из вас прочитал кучу книг. Но что он применял? Практически ничего. Вот чем отличаюсь я? А я поэтому и говорю, что по первому этапу я работаю вопросами. Сделай то, сделай то. И вот я заметил, вот людей, да, они говорят, у меня сначала такое чувство, что я что-то недопонимаю, либо вы недоговариваете. Но я-то со своей стороны понимаю. А потом человек говорит, ба, я понял. Если взять там контент, который интересен пользователю, ну я говорю простые вещи, то в принципе он оплатит, потому, потому, потому. Я говорю, ну правильно, но это же было в уроках. Но до этого это была не ваша мысль, это была моя мысль. А для вас это взяло как слова. Вот сейчас я вытянул с вас же вашу мысль, и это уже открытие для вас. То есть вы готовы к применению, и вы можете поставить вопрос. Но ведь сайт может быть разным. И знаете, да и сам был такой ситуацией когда-то. Вот сегодня на самом деле я практически не оставляю схемы. Дальше я знаю, куда смотреть, и мой сайт разевается. К этому я вас хочу привести, но привести пошагово. Когда у вас есть определенная система, где точно не меняется один хотя бы элемент, все остальные тут могут меняться, мы рассмотрим. Но вопрос в том, что я говорю, нет какой-то зажалелой методики. Вот сделай первую, вторую, третью, и будет вот так. Нет. Есть принцип, что что-то в системе одно должно быть неизменяемо, константа, относительно чего мы будем выстраивать все остальные элементы. Если у нас есть константа, в моей системе это возврат, понятно, что мы отвечаем себе на вопрос. Мы можем отследить возврат по счетчику, отследить кто возвращается, зачем, а потом при помощи других элементов, как я показывал, задать это число. Первичное число 32%, от 40 до 50% сайт успешно продает. То есть практически из 100 человек 50 возвращается. Само собой будут покупки. Здесь же мы получаем сразу ответ, на второй вопрос. А когда сайт готов к продажам? Когда на нем есть возврат хотя бы 30%, то есть людям интересно. Вот эти все остальные блоки, я сейчас в целях экономии времени их не описываю, но вот эти остальные блоки, они и составляют то, что вы называете, то, что составляет первичный возврат. То есть система полностью вам подчиняется. вы можете оследить. Если вы можете оследить, значит, вы можете управлять. Поменяв тот или иной блок, вы можете управлять. Тематика не важна. Я учу, как выбрать запросы. Все это мелочи. И SEO мы обучаемся. Но SEO здесь не главное, ребята. Главное в сайте. Потому что я говорю, что существует целая индустрия и некого продвижения. Сделали сайт и продвигаем. Ребята, я говорю обратное. Я говорю, что сделайте сайт, чтобы когда человек однажды зашел, ему хочется вернуться. Если вы даже получите статистику и 130 будет возвращаться, умножьте на 30 дней, сколько возвратится. Дальше простыми, практическими экспериментами вы это число поднимете. С другой стороны, вы можете сделать сайт, нагнать при помощи Яндекса или некого спам-робота тысячу человек, но тысяча пришла, тысяча ушла. Но самое интересное, когда идет возврат, мы получаем больше. Мы получаем, что люди начинают рассказывать, люди заходить, и получается, они продвигают сами ваш сайт. Итак, первый этап выработка позиции и составление схемы продаж. При этом у каждого она может быть своя. И в зависимости от вашего опыта вы будете находить новые элементы. Мое дело вас научить именно мыслить и измерять, и вырабатывать позицию. Когда есть относительно чего измерить, то это можно измерить, можно легко что-то поменять и увидеть изменения, то есть идет осознанный процесс. отлично. Хорошо. Вы скажете, и будете правы. Ну, хорошо. Ну, вот я сделал это, вроде понимаю. А как же мне научиться продавать? Ребят, ничего нет проще после 16 лет опыта продаж. Соглашусь, что сложно для новичка. Для меня просто. Но объяснить на самом деле это не так просто. Но я знаю способ, потому что у меня большой опыт обучения. Второй этап идет. Это, ну, простыми словами, если объяснить, это то, что заставляет пользователя вернуться. И это тоже мы можем проверить. Но сначала, если мы возьмем вот эту схему продаж и научимся к ней ставить вопросы. Ставить вопросы даже это потом. Сначала нам надо сообразить, вот считайте, я сделаю по-другому, разделю. Вот у нас есть два блока. Вот есть блок первый, да, возврат. И возьмем еще один блок относительно него, да, который будет называться, ну, например, ну, включение аудитории. то есть у нас есть определенная аудитория. Я не беру сейчас, что это строительство, это там туризм, это там шлейные машины. Это не важно. Принципы одни и те же. У нас стоит задача включить аудиторию. Значит, смотрите, измерение у нас есть. Получается, есть второй момент. Чтобы включить аудиторию, нам понадобится SEO, да, ну, это потом, это фигня, да. А нам понадобится нечто большее, потому что вот это все, вот эта страница, да, видео, считайте, представляет наш сайт и наши действия. Этих блоков будет больше, которые вы нарисуете. Но было бы логично сделать так, научиться делать две вещи, понять психологически, да, а что заставляет пользователя вернуться? Это доверие, да, доверие, интерес. Возьмем два, больше не буду сейчас говорить. Ну, хорошо, давайте возьмем третью вещь, надежда. Надежда. Дальше, получение ответов на его вопросы. На самом деле, возьмем даже четыре пункта, значит, следующим пунктом нам надо задать себе вопрос, как мы на странице технически выразим доверие, интерес, надежду, получение ответов на вопросы. То есть, смотрите, когда говорят там, для того, чтобы продать, надо сделать то-то, я говорю, ребята, продажа, это всегда конечный результат. Продажи предшествует предварительная работа, о которой мы сейчас говорим. И получается, продажа, как результат вашего действия. Но самое интересное, когда вы умеете программировать, все эти вещи можно вложить в дизайн, в код, и поэтому, изучая продажи и программирование, вы начинаете понимать, так, вот тут я сделаю такую-то таблицу, вот тут такую-то, получается, вы не ставите телегу впереди лошади. Вы изучаете продажи, благодаря знаниям по продажам, тому же марафону, и когда вы обучаетесь программированию, вы уже, у вас мысли другие, и сайт получается на выходе другим. У вас есть конкретный результат, то есть, конкретная задача на вашем сайте достичь, в первую очередь, 30% возврата. Ну, что и есть, в итоге ведет конкретно к продажам. Так вот, когда мы начинаем понимать, как это выразить в контенте, то нам легко создать связи, что должно включать, допустим, аудитория, какие, как выглядит, как мы выглядим доверие, как интерес, как надежду, то есть, вполне вещи, которые абстрактные, в интернет становятся очень простыми. Ну, давайте приведем пример доверия. Сейчас, прямо, когда-то для меня тоже это было открытием, на самом деле, все банально просто. Если у вас есть какая-то тематика, вот я расскажу свой пример. когда-то, вот я рассказывал, помню, в давние годы, как там писать видеоуроки, и на странице была подробная инструкция, как, значит, записать видеоурок. И вот мне люди пишут, ура, у меня видео готово. То есть, смотрите, люди получили свой собственный опыт, они увидели результат, но при этом они использовались моим уроком, то есть, мне они верят. Вот так рождается доверие. Это фрагмент, но на самом деле все можно сделать намного сложнее и интереснее. Вы же программист будете, и это очень круто. То есть, получается, когда мы включаем контент, который включает эти вещи, и мы умеем этот контент разместить технически, по сути дела, сейчас я покажу, как я это описал. Ну вот, чтобы вы поняли эту мысль. Вот как это выглядит, ну, в быту. Значит, в быту это выглядит следующим образом. Наш мозг устроен так, вот, если брать простой пример, что будет в жизни всегда выбирать какие-то приоритеты. Например, мы идем по улице, мы задумали нечто купить, в данном случае машину. И мы, вот заметьте, проследите за собой, это не обязательно машина, у вас может быть там лодка или что-то, или квартира, и вы начинаете это видеть, хотя в этот момент проезжает куча машин других. То есть, для нашего мозга важна именно эта машина. Для девушки там может быть сумка, для рыбы колодка или мотор. И этот мозг нашу фигуру делает ярче, и на это обращаем внимание. Так вот, научитесь продавать и выделять эти вещи в контенты, и людей будут тянуть к вам. На самом деле ничего не нужно продавать, сайт это будет делать за вас. Поэтому здесь у нас еще добавляется изучение потребностей, важные вещи, то есть потребность. я буду учить изучать эти потребности по вашей тематике, то есть как это делать в интернет. Вся информация есть. И заметьте, абсурд, ведь аудитория, которой вы занимаетесь, она уже есть в интернет. Вам надо всего лишь вытянуть руку, да, и сказать, ребята, я здесь, у меня лучше всего. Все. Вот это у нас момент второй включает, то есть мы между блоками складываем, как бы сказать, технически, но психологически смыслом то, что отвечает на вопросы людей. И у вас, конечно, остается еще один вопрос, ну хорошо, мы это сделали, а как? А вот на это отвечает третий вопрос, да, третий раздел будет марафона, это как? При этом здесь как раз-таки мне меньше всего пришлось придумывать. Есть великие гиганты Amazon, Overstock, значит, Google, Microsoft. То есть вот этот накопленный опыт, как выделить эти вещи в контенте. Вот вы, например, знали, что если писать текст, допустим, пишем, пишем так, посмотрите, там я говорю, допустим, да, внимательно, и допустим, в скобках пишем урок подробный, да, и ссылка. на самом деле, на самом деле, вот по, я беру только пример, вот допустим, то, что в скобках по экспериментам Google заставляет человека обратить внимание и нажать ссылку, но это просто надо знать, понимаете, и вот такие мелочи, просмотр, скольжение, возможно, скачивание, то есть все эти вещи, то есть третий блок отвечает на вопрос, как это выделить в контенте, и тогда получается, когда у вас есть эта система, состоящая из трех простых шагов, у вас есть, как сказать, костяк, кости, а мясо вы уже нарастите, просто дальше вы будете, изучив эту систему, экспериментировать, у вас будет конкретный результат, вы будете видеть возврат продажи, у вас будет накапливаться свой опыт, и это станет частью вашей жизни, это будет ваша система, ну, по сути дела, я скажу, что, допустим, зайдя на сайт, когда набравшись опыта, вы сможете в течение 15 минут понять, почему этот сайт не продает, то есть вы для себя будете понимать и искать те вещи, которые заставят сайт работать, конечно же, имея такие вещи, владея такими знаниями, как программирование и продажи, вы становитесь очень конкурентными на рынке, каждому заказчику хочется, чтобы вы и написали сайт и продвинули этот сайт, но вопрос в том, что кто-то продвигает, грубо говоря, навязывая там рекламы, а кто-то это делает, как я, я не использую ни одну платную рекламу, и никогда не использовал, ребят, но самое главное, что этому можно научиться, этому можно только научиться, и я готов и хочу передать этот опыт, поэтому я и делал школу, да, то есть с одной стороны, я сам это применяю, а с другой стороны, я это рассказываю, то есть человек учит, допустим, там, работа джанга, но при этом человек может учиться и продавать, это здорово, это круто, это вполне нормальная профессия, как и все другие, как и печь хлеб, и просто ваши, возможно, вы хороший продавец, да, но ваши знания, я думаю, что будут немножко, ну, не убавиться, а прибавиться, если вы будете знать о моей системе, а я же сказал, меня интересовал только один вопрос, почему люди возвращаются на сайт, и этот вопрос после моей системы вы будете себя задавать, и работать с процентом возврата именно, конечно же, здесь, вот, в чем суть самой методики внутри, чуть не забыл, ребят, вы знаете, я никогда не орудую такими вещами, ты знаешь, делай так, да, вот как большинство систем, а потом человек делает, а у него не получается, знаете, почему, потому что отсутствует слово, очевидно, вот давайте поймем, то есть, делая систему, я вас веду к чему, вы должны себе увидеть, да, в своей системе, это для меня очевидно, вот, например, если у нас возврат 50%, то есть, грубо говоря, из 50, из 100 человек 50 возвращаются, то, очевидно, мы можем объяснить, что так как люди возвращаются, им интересно, ведь это очевидно, так вот, все алименты у вас должны быть сопровождаться именно этим словом, мне очевидно, это происходит, потому что, что это дает, на самом деле, это дает намного больше, чем вы думаете, я всегда говорил, что продвигается сайт до создания, но, по сути дела, когда вы пишете еще сами сайт, то, когда вы понимаете, какие вопросы ставить к продажам своей тематики, то вы можете эти вопросы ставить, но вы согласитесь, когда вы задаете вопрос, например, себе, что я выражу там доверие такими-то блоками, это будут примеры, значит, вы уже можете написать страницу, чтобы эти примеры были расположены, допустим, там, как 6 картинок, да, чтобы пользователю удобно, то есть, вы программист, вы задав правильный вопрос, уже можете оформить дизайн и написать код под него, согласитесь, что это круто и получается ваша работа с заказчиком какая? Заказчик приходит, говорит, мне надо то-то, 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 а вы понимаете, в продаже говорите, вот я вам предлагаю сделать так, 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 и заказчик профи, если в своем, вы ему задаете вопросы и тогда получается, заказчик говорит, да, это здорово, потом он видит результаты работы, получает продажи и по сути дела вы ему готовите тот контент, который просто он заполняя, он получает уже продажи, ребят, и вы профи, у вас стоит очередь, но, я думаю, стоило на это потратить 16 лет жизни, но у вас есть возможность этот костяк изучить за полгода, в принципе, вот что я хотел рассказать, вот что я хотел рассказать, наверное, рассказал все, но, я думаю, что принцип понятен, длинное видео, но, хотелось бы, чтобы вы видели полную картину, спасибо, 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 Продолжение следует...